Эвакуацию детей из Луганска организовал один из приходов Воронежской области, который обратился к местным властям непризнанной ЛНР с предложением временно разместить детей в приюте на период боевых действий в Донбассе. От машины ничего нет, только сзади где-то валяются венеры. Там от посольного гранатомета в воронке, минное поле, даже написано минное поле. И когда мы ехали в Лугасу, по трассе, там куча воронок и боеголовка валяется на дороге. Да, снаряды, вторченные в землю. Всего эвакуированных детей 48, в возрасте от 12 до 3 лет. Мне хорошо, у меня мама сейчас в России, она жила раньше, там были боевые действия, она уехала в Россию. Если повезет, может, она ко мне приедет. Те, кто постарше, описал свой опыт на украинских и сепаратистских блокпостах так. Когда заходят в автобус, они снимают автоматы, отдают все оружие, заходят, проверяют. Они даже не у всех мужчин, а чисто у двух проверили, все поняли, что это наш город, что там никого нет. И спустились. А на гвардии, у них был такой блокпост, он какой-то странный, что там заходил, с автоматом, за спиной. Выводили всех мужчин, все проверяли, от патрона все. И потом заводили, шутки какие-то были, я точно не помню уже. Но, как выяснил наш корреспондент, отношения к конфликту у них однозначные. По всей видимости, подслушаны из разговоров взрослых. России, по сути, вообще Крым, вообще никак не нужен. Они его забрали, чтобы, если бы не забрали, ну, Крым не забрали бы, то, так сказать, не отжали бы, то там бы уже давно стояли бы натовские войска и с ракетами, направленными на Россию. По мере того, как автобус пересекал границу с Россией, дети увидели проходивший мимо поезд, что вызвало их восторг от такой неожиданности. У нас вообще не ездят поезды давно уже. Когда мы в школе сидим, у нас уже звонка отрядали, кто быстрее сбежит в подвал. Мы уже готовимся даже. Я вас не заделась. Ну да, мы тренируемся. Да, тренируемся. А у нас место, у нашего класса не в подвале, а под лестницей. Я говорю, мы будем в центре событий, мы будем в курсе событий. А потом после бомбежки скажем, бомбоубежище для собаков.